Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. С вами Вячеслав Котляров. Харькове, 14 часов 19 минут, 14.10.2016 года. Это небольшое вступление к ролику. Я делаю, чтобы обратить внимание на следующее. На фоне нашей беседы с Павлом и Николаем, это финальная часть нашего разговора, будет идти демонстрация МКС. В чем примечательно эта демонстрация? Я включил видеозапись, и она писала больше 9 часов. Вообще, в идеале, конечно, записать сутки. Я вот рекомендую, у кого есть возможность записать сутки полета МКС, вы увидите интересные вещи. Ну, здесь надо привлекать таких замечательных специалистов, как Юрий Тимовский, Макс Беляев, легендарный Стрэнджер, который является непревзойденным корифеем в данной сфере. То лично я узрел в этом кадре. Ну, такие специалисты, вышеперечисленные, найдут еще больше интересных моментов. Но я увидел следующее. МКС в данном случае летает, естественно, не вокруг земного шара, потому что мы с вами знаем, что планета у нас гигант, она не маленькая, кругленькая. А она летает по периметру нашей соты. Значит, здесь более 9 часов записано полета МКС, но я с помощью монтажа ускорил запись, и все 9 часов вложились всего лишь 17 минут. Вот. Поэтому внимательный зритель, даже не обязательно меха-специалистов подтягивать, увидит, что МКС летает все время по кругу нашей соты, по периметру. Это первое. И второе, когда МКС подлетает очень близко к лампочке солнца, оригинальное название лампочки солнца, ярга, наши предки так называли лампочку солнца, огромное светило ярила, а маленькую лампочку солнца ярга. Причем, как мне вот многие сварщики присылают письма, если через маску смотреть на солнце яргу, на солнышко лампочку, то можно увидеть калаврат. Вот. Поэтому смотрите внимательно на экран, и вы все сами увидите. Когда они подлетают к солнцу, они стараются своей клещней прикрыть объектив камеры, потому что солнце очень, лампочка близко находится к ним. И поэтому они прикрывают камеру, либо отводят ее в сторону, на свой, так сказать, аппарат, чтобы находящийся рядом высокотехногенный объект просто не уничтожил ихнюю видеозапись и не засветил типа пленку, да? Ну, или как-то так. Ну, а далее следует финальная наша беседа. Спасибо за внимание. Приятного прослушивания, просмотра. До свидания. Опять же, ну, кстати, еще, можно задать тебе помочь в создании игры? Да, давайте тогда я вас перенесу. У меня тут специально есть. Павел, не знаю, добавлят? Так, добавить список контактов. Правильно? Павел, я не художник, не программист. Я не знаю, чем тебе это... А кто его знает? Ты знаешь, как говорится, это... Подсказать, что-то рассудить, из того, что получится, сделать это... Да, вот ты меня буквально опередил. Я вот это хотел сказать. Сейчас, три секунды. У меня тут девушка... Ага, да. Помогите, я дополню анкету. Помогите, что можете... Ой, ну вот это интересно, конечно. Написала это... Можно с вами сотрудничать, я продюсер. Теперь какую-то анкету заполнить. Какую он иногда несет, знаете, но все-таки как любой человек имеет свои слабости. И мне хочется сказать, какую анкету Вячеславу Котлярову заполнять? Меня так же несет. Меня еще как несет. Я вообще не буду с нами. Ой, да это... Ты там ролик смотрел про какого-то типа, который тебе полгода... А, да-да-да, Миша из Сусырисков. Сейчас подойду. А, как он, да? Там бизнес вроде какой-то есть. А он сидит и... Ну да, это учредитель трех дочерних... Этих недочерних каких-то компаний. Я там тебе говорил, кто поставит... Я слайд тебе. Ну ничего, еще можно вернуться и спорить. Да, много лайков набрал. Ролик, конечно. Ну, я же говорю, что у меня было колебание. Ты Рудера так с ним расправился. Да. Без кулаков там. Я видишь... Не, я ему, кстати, давал еще три попытки. То есть я ему писал. Смотри, я говорю, сделаю ролик, ты меня недооценишь. Я просто элементарно хотел от него добиться, чтобы он извинился и больше не писал гадости. Все. Я протягивал три раза руку. Говорю, давай, говорю, ты же не представляешь мои способности. А он, кихиха, что ты там можешь мне сделать? Ну, я говорю, смотри. Да, но есть еще очень тяжело. Ты правильно говоришь, есть рептилии, а есть славяны, но это... Как это сказать? В них души яд прискнут. И это очень тяжело определить, где зараженный славянин, которого можно реанимировать. И вот я приведу один пример. Когда первый мой ролик вышел, и через 30 минут... Нет, через 15 минут пишет под роликом один комментарий. Кучу гадостей. Там, автор, ты там нездоровый. Потом проходит еще 15 минут, 20. Видно, он досмотрел его до конца и пишет. Слава, прости. Я даже не дослушался до конца ролик. Я даже не предполагал, что я в конце узнаю. Извини. То есть человек за 15 минут, всего лишь за 15, это моментально, как говорится, стал человеком. Был другой случай, когда я прочитал себя под роликом, похожее сообщение, но там парень 3 месяца меня слушал. И говорит, я думал, ты сумасшедший. Или идиот, или что. Ну, ты меня извини. Говорит, я все-таки пришел к выводу. То, что ты рассказываешь, это просто... То есть другому 3 месяца понадобилось. Я тебя 2 дня слушаю, мне уже интересно. И я уже согласен. Ну, это замечательно. Видите, интуитивно, поэтому на вас и среагировал. Я закинул чат, и чувствую, что под меня пропал. Чат пропал? А как на него переходить? На компьютерную игру у меня чат. Вот, Сергей Катумов пишет, консеренция. А, все нашел. Это Серега тоже, я не знаю, сколько парню лет, может, 14, может, 16. Да я такой тоже, на интуитиве взял. Это сын полка, пускай будет. Да такой, шебушной. Он меня доставал, в кавычках, в ВКонтакте мне писал, пожалуйста, проговарьте мой канал, пожалуйста, прорекламируйте. Сколько вам денег нужно? Я читал, читал, читал. Потом он мне вообще звуковое обращение записал. Я его голос послушал, думаю, ладно. Прорекламирую твой канал, да еще и возьму это, сковадует. Другой бы отмахнулся бы, ну, как я говорю, а я просто почувствовал, что это, ну, он, как и любой в его возрасте тинейнджер, непосредственный. Вот он написал конференции, если и будет, то в субботу. То есть, кому он написал? То есть, он объявил, что будет конференция. Ну, да, это смешно. Ну, ничего, это хорошо. Главное, что он светлый. Не пиана, именно он, ты так вот ролики подаешь. Так, ну, ты ничего-то не повторяешься там пиариться. Да не, потому что, да. Поэтому так и воспринимают люди, ты вот не рассказываешь, я так вот, это, как ты говоришь, в небесном канцеляре выбрал тебя 4. Да, просто ребята молодцы, я так думаю. Ну, Сергей Тарасов целый год, ну, что-то вот такое. А он просто, наверное, затутался так. Ну, короче, такой же, как его, допустим, я, которому, это, вроде, в подсознании где-то играло, просто он этим посидел дома, не работает, как я там, не херачит. Посидел, вот тут, в СССР, смотрел, со Славой, общался, там, еще с людьми, ну, вы же знаете, в двух словах его, такую интересную биографию, то есть. Я смотрел свою биографию, немножко себе рассказывал. Ну, это когда он с пацанянком, которым в каком-то городе. Курск. Ну, вот я вот Макса Беляева уважаю, Тарасова уважаю, Тимовского уважаю. Ну, такс это такой, примерно, покрепный. Вот. Ну, в двух словах, два года назад Сережа был состоятельным человеком, со своим Ягуаром, со своим магазином в Санкт-Петербурге, а потом все потерял и остался с одним ноутбуком и рис. Ну, он сказал, что у него конфеты продал, 150 тысяч осталось, на них два года. Да, да, и пообщение. чуть постарше меня, наверное, сколько лет? Сереге 31. По-моему. У меня 25, на 30. У меня тех, 31, у меня 22, 23 года. Готов. У вас самое шикарное это в этом возрасте. Истинное положение узнать. Самое шикарное положение это вот Касыма уже в Тимовом. А, да, да, это вообще шедеврально, да. Сейчас самоченькар живой, если вот я ребёнку, да, повенюсь, там, заведу, уже изначально. Да, уже направление правильно. Тогда и тогда за какие-то сколько там лет пройдёт и тогда мы освободимся и поговорим. Ну да, не важно как оно называется. Я ничего даже не верю, я чувствую его. Как ты говоришь, ты нам ответил, что почувствовал, ну, почувствовал, что он говорит. Это да. Такая же, да? Какой ли? Я вот этому захотел тебя добавить. Думаю, ты не надо поговорить. Я уже стал просто слушать, думал, слушай, 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 я стал просто послушать, надо поговорить. И всё. А вот сначала слава играл, мне колян сказал, что хочется с тобой поговорить, я что-то с другом надо. Не надо, что-то. Ну, замечательно. Оказалось, что-то сейчас играть в игру на этой игре. Пойды играть в игру кайф-маш. Нет? Нет. Там неоткрытый мир, там ты находишься на базе и потом в локацию телепортируешься, бегаешь в маленькой локации такой небольшой и мобов убиваешь. Как думают, сколько вот это времени должно подправиться на все вот это принятие в теории в основном бывают по-разному. Но я предпочитаю говорить не теории, люблю использовать три термина. Догма, постулат, аксиома. Мне говорят, докажи. Я говорю, ну ничего себе, вы что же не знаете, я говорю, что аксиома, это теорема, которая не требует доказательств. Как я могу доказать истинное положение вещей. Я всегда стараюсь такие варианты находить, как одного подкалывал Каманкова Дениса, который мой канал убил. Я говорю, ты думаешь, он говорит, думаю. А что ты делаешь для того, чтобы думать, объясни мне. Ну тупик, то есть ни один человек не может ответить, что он делает для того, чтобы думать, что он делает для того, чтобы дышать. Это да, это прям. То есть простой, я говорю, вы мне простой не можете объяснить, а я говорю, пытайтесь мне это. Я и так хорошо это, как говорится, пролавировал и вышел на финиш. Как бы ты ответил? Сам бы, я ответил бы, значит, дышим за счет того, что программа в компьютере дышать, ну, вентиляторы, кулера работают, включены просто в компьютеры. Мысли, это наш мозг, операционная память и жесткий диск относительно, ой, не так, не так. Процессор, операционная память и жесткий диск в одном флаконе. И наша основная сущность посылает импульс на этот мозг и управляет через мозг именно нашими очками. Ну, в моем, наверное, случае я просто в Вселенской библиотеке подключился, либо тот, кто держит меня в руках, мою аватарку, просто сам как-то это законнектился к информационному полю и через меня своего аватара скидывает эти знания. Ну, вот, поэтому все предельно просто. Я и в играх, кстати, вот такой-то редиска. То есть, если я прихожу в игру, я сразу начинаю, быстро нахожу как-то интуитивно бах и начинаю его юзать. У меня персонаж это очень быстро развивается. Либо не бах, либо какое-нибудь слабое место. Я вот в Black Desert протупил, но уже я в него не играл, я тогда была чуть-чуть обидно, я сейчас по барабану. Я через 7 дней нашел способ зарабатывать в игре миллионы. И я как-то не подумал, что надо идти на аукцион и сразу все там шмотки выставляли люди, которые за реальные бабки покупали. Я думал, как в Володах Онлайн, в Володах Онлайн я 3 года проиграл, там все можно было на аукционе всегда купить. А получается, через несколько месяцев люди начали Black Desert покидать и на аукционе стали пропадать вещи из премиум-магазина. Да потому что корейцы не умеют делать и вообще никто не умеет делать игры. А у меня шопот с других ячеек, с других сот. Картинки такие показывают, вот Асгард, потом Агарта, как-то, да? Агарта, да. Да, вот эти лазейки вроде как. Соседний сотый. Ну, официальная наука говорит... центральный вот такой. Да, что это наша земля... Че, че? Много-много картинок вот показал. Ну, вот этих земель вроде сотых. Ну, да, да, так сохранились, сохранились же шарки. Как вода, пользуешься, да, в сравнении с играми, не компьютером, вот так. Ну, локация, правильно. А вот ты говорил, да, что вода это из-за того, что ресурсы выкачивают, да? Ну, да. Вообще, чистая сота это почти все суши. Да. колодцы, небольшие родники присутствуют. Для того, меня кто-то спрашивает, а как же рыбу ловили? Ну, как рыбу ловили? Ну, так и ловили. Вот, допустим, все вот эти реки, которые мы видим сейчас на карте, практически все реки, 98%, это искусственно каналы сделаны. По определенным причинам они русло поменяли. То есть, когда их каналы копали, реки вот эти все, они были предельно ровные, как говорится, как под линейку. Но потом вот эти там реки там какие там впадают. Есть же, типа, у них теория, что они как-то сами из родника появились, но на самом деле это все искусственно. А вот почему ты говоришь 200 лет? Ну, потому что в 1780 году по нашему стилю, по нашей соте был нанесен сокрушительный ядерный удар, в котором погибло 98% процентов населения наших с вами предков, родичей и нас самих же. Потому что на самом деле наши предки это мы сами себе. Змея прогладывает свой хвост. Ну, это так в очень упрощенной форме. Вот. И когда они выкосили население оставшихся, они начали высадку... Я пропадаю, да? Нет, у меня пропадает. Я могу искать на... Потом они сделали наземную высадку десанта и начали ходить по городам биологическим оружием травить наших предков. Мы узнали в истории про это биологическое оружие, как чума, холера, оспа. Это на самом деле ходили в противогазах засранцы и это. А когда уже оставили где-то 3 миллиона деток до 7 лет, ну и немощных стариков, которым уже оставалось немного там пожить, вот этим 3 миллионам деткам начали уже давать знания, что земля маленькая, кругленькая, что есть один бог и так далее. И мы вот потомки этих детей, наших прадедушек, прабабушек, получили от них вот эти знания, что наша земля маленькая, кругленькая. Что-то, ну, мне кажется, не 200. Ну, пускай 300 будет, какая рыцца. Главное, что это есть. Так, примерно, да, я понял, может, солнце, ты говоришь, как эта лампочка, да? Ну, ну, солнце, само солнце, оно меньше иголки. То есть, вот вы посмотрите на нашу лампочку, там маленькая, тоненькая нить накала. И солнце, то же самое, внутри имеет маленькую, тоненькую ниточку. Лампочка-то освещает вашу комнату полностью, и солнце. Причем у нас в ячейке три солнца, и есть еще ярила, которая ходит. У нас, получается, в одной соте находятся три ячейки. Фух, сейчас я скриншот скину. Я его когда-то рисовал схематически. Обязательно его посмотрите, этот скриншот. Да, да. А ты вот славянский гороскоп этот не знаешь? Да, да, я по нему ворон, чертоги ворона родился. Я знаю, что я ярила в чертоге. А, нет, ну это надо высчитывать, там на сайт заходишь. Вот, на этом скриншоте я пока... Один другой зашел и вижу, что просто... Давайте сразу заодно покажу это, чтобы легче было как космос выглядеть сейчас. Тоже скриншот нарисовал. Так космос выглядит, чтобы было тоже понятно. Ну схематически, чтобы хоть чуть-чуть люди это приблизительно это. Посмотрите, пожалуйста. трех сторон окружает? А почему мы видим глазом вот так вот? А что окружает? Я не понял. Солнце почему одно? Кстати, у меня есть ролики, где два солнца в небе одновременно. Надо посмотреть рамки, там... Они подготовились с тобой. Ага, нынче. Нормально. Ярила находит по трем, вот этим землям. Одна предположительно Агарта называется, а вторая Швабия. Пускай условно... Коренные жители ее по-другому называют. Допустим, наша Мидгард, к примеру, называется, Сота. Ячейка. Мидгард. Принуждение в ведах полнота, да? Ну, в ведах говорится, их же переписали захватчики, и там говорится, что это планета Мидгард. На самом деле это всего лишь маленькая ячейка. Я не пойму, переписали, и переписывать одно и то же, ну, была ячейка, я не могу сказать, стала планета, но как-то осталось фактом, я это понял. это очень важно, так как вот... Если как-то, мне кажется... Короче, они могут скрыть информацию, я так понимаю, она не может изменить, а... Да, скрыть не могут, они могут. Они, во-первых, ничего не могут придумать нового, поэтому они могут отталкиваться от того, что есть, и изменять. Вот в чем сложность. Поэтому, да. Это поговорка бытует, это все новое, это хорошо забытое, старое, да? Ну, да. Мы скатились это 200 лет назад, еще были технологии, мама не горю, а мы скатились к каменному веку. Ну, я говорю, вот, 50 лет. Ну, давай даже хрен с ним в 100. Царское время, да? Лошади, мушки-то, стреляли на лошади, ездили, пару сараев стоял, и за сотку мы уже вот сидим, у меня тут клава с подсветкой. Те дела, эти игры, там, онлайн, там, все там, уже целый виртуальный мир. Samsung Galaxy S7, пожалуйста, очки тебе виртуальные реальные. Класс. И то, я ты еще не считаешь, что сколько не дают людям открыть и делать. Про источник питания, вот это, помнишь, Колян, я тебе показывал, скажу. Да, много-много дела. Я еще, короче, знаешь, на магнитах, тоже катушку намотал, и вот она магнитом раскручивала. Ну, это ж японцы сделали мотоцикл сумму, на вот этому принципу. Они же, юный техник, выкупили весь, который... Ну, вообще, почему пчелы строят сотовые улей? Они уже готовую решетку, которую мы не видим, просто обволакивают воском. То есть, все наше пространство, оно сотовое. Помнишь, я тебе говорю, этот ролик, это процветание, вот он, правда, и говорил, 64-разрядная система счета, честно-то. Они, короче, по тем, получается, как я понял, видят, да, эту... Конечно, конечно, видят решетку, конечно. Ну, ее накладывают просто, или сенсорно ощущают, так и так. Ну, да. Ну, сенсорами. Нам по-другому никак не объяснить. Слава, Слава, даже заметил, вот ты про пчел, да, пример мне привел, у меня тут сразу мысль такая, паук, он же тоже паутинный. Да, я где-то заготовку делал, чтобы объяснить, он тоже уже поготовый этой. Да, перед центром, поэтому здесь даже сомнений не должно. А так, ты расскажи, кто вот с тобой общается, кто, вот, своя точка зрения, которая противоречит твоей. Я просто не... Мало твоих роликов, там, виден, много твоих, там, записей, скайп, вот этот институт, в этом, я рекомендую мой первый легендарный, посмотрите, благодаря которому я вошел в историю. Сейчас я сдам на него ссылку. Но я вам дам уже классную версию, я через полгода сделал ему, как это, перезаливку, уже научивший пользоваться более-менее монтажом. Я еще про Арии. Наверное, я точно не знаю. Что-то он так много скинул, парк, надо будет все изучить. Сейчас, все. Да, немного, сколько там, сейчас посмотрю, сколько я скинул. Значит, вначале я вам скинул про жизнь в других чертогах, потом летописи страны Арии, и все. А дядю Толю пока не смотрите, вы не подготовлены к нему. Не, ну можете один ролик послушать, и вы его, наверное, сразу выключите. На самом деле, я скинул все лишь два ролика, жизнь в других сотах, летописи страны Арии. А я сейчас скину мой первый ролик, из-за которого все началось. Из-за которого Сергей Тарасов написал мне письмо, а у нас было, как я рассказывал, я выбирал долго блогера, который, который, ну, мои знания озвучит. Я присматривался там, к Кунгурову присматривался, пытался на него выйти. Потом к парню севера Руси, Василию, который убил мой канал. Потом там еще один парень был, не буду его озвучивать. Какой канал убил? Он про меня снял разоблачительный ролик, в котором рассказал, что я мошенник и аферист, втираюсь в доверие. Я решил Васе помочь. Я на своем канале выложил этот ролик, чтобы все зрители увидели, что я мошенник, что я аферист, и так далее. То есть, начал распространять, где можно и где нельзя. А он написал жалобу на YouTube, что я использую его ролик, это на своем канале. И мне кинули страйк. И другой мальчик, который на меня снял разоблачение, я тоже выложил его ролик на своем канале, и он тоже кинул страйк мне. И мой канал как бы убитый. И я же всегда задаю вопрос, если вы меня хотели разоблачить, почему же вы сделали все, для того, чтобы ваше разоблачение никто не узнал? Где логика? Слово, знаешь, какая логика? Эти люди делают разоблачение, потому что им надо собрать лайки свои, работу провести. Потому что, если кто-то тебя смотрит, и все там общаются, они, замес такой вот, блогер, это вообще логика. Ну да, да, да. Ну я как бы особняком, и сам... Я воспринимаю, я тебя воспринимаю, ты задаешь информацию, которая мне вот, и сразу понял. Щелк-челк, да. Нет, наверное, я бы обрабатывал, что там. Проект Венера, я посмотрел вас 7 минут, там, конкретно, про Киев ничего не говорил, и как раз. Про Жак и Преска? Да, про Жак и Преска. Ты там что хотел, я именно сказать, про проект Венера, что много хочет создать, хочет изменить ее? Что мировое правительство втихаря курирует проект, нас хочет это, под землю загнать, в Гатарский туннель. Я посмотрел. А себе построить города, то есть, гипотетически, представьте, если они загонят нас под землю, то через 200 лет под землей будут жить люди, придет к ним Вячеслав Котляров и будет говорить, а вы знаете, что на поверхности солнца есть? А ему, ха-ха-ха-ха-ха, да мы червяки, мы, мой прад под землей жил, это там, прадед жил, и прапрадед говорит, а ты нам рассказываешь, что где-то там небо есть, воздух, солнце, уйди отсюда, ты сумасшедший. Ну это же я провожу параллель, то же самое, что я озвучил с сотовой землей, как и 50% людей агрятся на меня, это... Можно по лайкам судить, вот самый мой первый ролик, это я вам скинул версию, которая уже претерпела редакцию, в плане того, что я вырезал охи, вздохи, чмяканье, бяканье, эканье, бэканье, чмарканье и так далее. Да, типа красноречия. Да, я сделал более, как вот люди привыкли слушать, что чистая информация по полочкам. Так вот, а теперь я вот сейчас скину ролик, который, который на самом деле был самый первый, но без редакции. И вот вы под этим роликом увидите, что 856 лайков и 617 дизлайков. Это очень хороший вариант. То есть получается 60% людей да и всего лишь 40% нет. Это очень хорошо. Надо, кстати, скриншот сделать. Я знаю, что очень можете по лайкам. Посмотрите, какой-нибудь 14-летний Вася. А возраст не показатель. Возраст, вот видите, лайки это... Вот кто лайки ставит, тот да, тот послушал, интересно, то дизлайки ставят на него 50 на 50. А, да, я понял, что ты имеешь в виду, то есть дизлайки, они не сильно достоверны. Да, лайк это уже от души ставится, а дизлайк, потому что животик заболел, может. Да, ну да. Да, мне лайки, знаете, я когда первый канал потерял, я понял, что я в любой момент могу и второй потерять, поэтому эти лайки и дизлайки на самом деле пепел. Для меня самое важное вот с вами вот суши я познакомился, еще с другими людьми познакомиться, через время будем создать компьютерную игру и ради хобби просто буду, если кто-то будет просто подборку хороших вопросов мне делать, я буду там писать, чтобы людям было. Ну вот это очень нравится твоя позиция, я прям на ее полностью, я бы, наверное, так же. Да. Время ты тратишь на это, чтобы еще кто-то там сейчас, мы тебя поддержать хотели, чтобы лайк именно ставят, посмотрят, как рассудят и поставят. Колян, ты и сказал просто, что он вообще не ставит просто так, прежде, проанализирует и все, а не лайк, я говорил, может любой малой поставить, ну а что-то дядьку базарит. Да, не обязательно малой, возраст не показатель, я вот, у меня вот это друзья какая-то, Андрей, в Москве живет, вот, и получилось как, мы с ним володах онлайн познакомились, когда ему было там лет 13-14, и все вот эти годы, сейчас ему уже около 20, постоянно вот так в скайпе висели, ну не каждый день, но беспрерывно, вот, как бы, я к чему это говорю, что возраст не является, паспортные данные не является показателем интеллекта и души, паспортные данные не является показателем интеллекта и души, по улице хожу, вижу, какие еще большинства, и сам помню свой возраст бесприятного, все по-прежнему, да, есть парни там, умные, все, у меня, я работаю, сваршка, ну здорово, у меня, вот, 45 лет, они, ну вот такие отбитые, ну, считай, мои ровесники, это вообще, ну, мне, что, скоро 42 будет, ну, еще, это, знаете, как я люблю шутить, хотите рассмешить богов, расскажите им о своих планах, то есть тут три кита, первый, ваше желание, воля, второе, вмешательство высших светлых иерархов, и третье уже рандом, то есть кубики, как оно выпадет, ну, я, да, я 20 лет греб к этому всему, я же говорю, я бежал такой марафон, теперь я впервые просто сижу под деревом большим, зеленым, и просто отдыхаю, просто это был такой ужасный марафон, такая нервотрепка, постоянно, внутренняя, то есть, мне постоянно раздражало то, что я не могу это всем рассказать, то, что я знаю, это настолько невыносимо было это все держать, я думал, что я взорвусь, как 300 тонн тротила, то есть, обладая таким потенциалом, и нет возможности пробиться к аудитории, вот, ну, все-таки, да, всему свое время, видно, просто они посчитали, что, вот, как раз именно, вот, тут уже, и тут выхожу я, как в том, они, здесь, мы тебя не удоверили, не, не, висим, висим, общаемся нормально, по-славянски, ну, я этимологически разбирал слово, вы все не смотрели, славянин, что означает, ла, это боги или любовь, ну, любовь к боге, это равно, с ла, с богами, то есть, можно еще, если правильно читать, слава, допустим, ну, не имя разбирать, а именно слово, ну, имеется в виду, можно с лавой, лава, знаете, снежная лавина, там, вулканическая лавина, энергетическая лавина, имеется в виду, с мы ставим маленькую, в слово потом пишем, л, с лавой, но, мы разбираем еще с вами, ла и ва, ла это боги, а ва это, высшие боги, отсюда и ватикан, ва, они себе специально взяли имя, высшее, тика, движение, или свастика, сва это небеса, а тика это движение, свастика это движение небес, сварожий круг, я вам схему нарисовал, что на самом деле сварожий круг, на нем нарисовано, на этой схеме, это, не то, что нам обманули, а то, что я про сварожий круг, как говорится, из информационного поля, нажимаете, смотри, сварожий круг, это есть небесный путь, по которому он движется, и еле он сам, да, то есть оно движется, по трем ячейкам, то есть заходит в нашу, потом уходит в соседнюю, в другую, и потом опять к нам возвращаются, ну, в общем найдете, два, у меня ролик называется, два солнца в небе одновременно, там правда, в некоторых случаях одно, на самом деле, но, есть где реально два, веков, золотой век, железный век, я иногда шучу, если чтобы легче дышалось, люди могут себя, как-нибудь, развлекать, какими интересными мыслями, кому-то нравится, там допустим, вот такое понятие, там, железный, там, золотой, если человеку приятно от этого, значит, хорошо, настоятельно рекомендую в двух словах, все-таки начать с моего легендарного ролика, благодаря которому, Луна дала ответ, перезагрузка, а летописи страны Арии, напослед оставьте, потому что 9 часов, так это же аудиозаписи есть, взаимно, рад был знакомству, созвонякаемся как-нибудь, пока лякаем, а то мы все, думаю, что нам, как бы, это как небесная, канцелярия, да, да, мне нравилось, аж от тебя, тебя к нам и так далее, да, все, всегда, да, обоюдно, я же не договорил, или договорил, что Сергей Тарасову я написал письмо, мол, Сережа, нам нужно познакомиться, и только собрался ему отправлять, открываю контакт, чтобы написать ему сообщение, и вижу от него сообщение, Вячеслав, здравствуй, нам нужно с тобой срочно познакомиться, так я его срочно, письмо не отослал, вот, созвонякались, да, 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 то, то, дело таке, да, ну все, побежал я ролики делать, я на связи, до созвончика, все, да, всех благ, дай бог, почет и уважение, всех благ, пока, пока,